Приветствую вас! Первым делом я рекомендовал бы вам спросить себя, что вам дает данное чувство? Данное чувство, ну, например, беспомощности, когда вы по факту не знаете, что вам делать. То есть как вы себя чувствуете в этот момент? Какие положительные стороны могли бы быть у данного проявления? Например, для вас. Что могло бы быть позитивным в этом? Подумайте. Например, отсутствие самостоятельного принятия решения в трудной ситуации. Например, ожидание того, что кто-то сделает за вас решение. Выбор, точнее, кто-то сделает за вас выбор. Вот. И... Соответственно, вам не придется его делать, этот самый выбор. Ну, это просто из... Возможных плюсов вам. И... Соответственно, вот с этого и нужно начинать, на самом деле. Что вы получаете от этого? От... Ситуации, в которой вы оказались. Кто выигрывает в ситуации, в которой вы оказались? Это первое. Второе. Смотрите. Вы говорите, что... Есть парень, который вам нравится. Понимаете? Нравится... Вот парень нравится. Да? Это... По факту симптом. Это проявление симпатии. Да? Это не любовь. Это не... Уважение. Да? Ну, вот такое, если говорить... Прямо серьезно очень. Это именно симпатия. К человеку. То есть, он вам просто понравится, вам с ним хорошо. Если так... То... Ориентированный вам... В первую очередь... Ну, наверное, нужно быть на... Себя. Не на... Парня. В этой ситуации. Да? Наверное. То есть, если он вам нравится, значит... Я хочу чего-то для себя. Я хочу... Ну, что-то получить. И я что-то для этого, ну, например, буду делать. Грубо говоря. Говорил. Вот. То есть... Вот из этого нужно исходить. Понимаете? Не из того, что... Там... Что вам делать. А из того, чего вы хотите... Что вы хотите делать. Из того, что вам нравится. Из того, что вам... Интересно. Исходя из того, что... Вы... Значит... Считаете для себя... Правильным. Именно для себя. Понимаете? То есть, то, что в первую очередь идет на пользу вам. Потому что вначале идет... Забота о себе. Потом уже идет забота о других людях. Вначале идет свои... Идут... Собственные чувства. Потом идет... Чувства других людей. Никак не наоборот. Понимаете? Вот. Но... Для... Симпатии... Для симпатии... Вы слишком... Как-то сильно, на мой взгляд... На мужчине зациклены. Ну, не в том смысле даже, что зациклены. А... Скорее... Просто чересчур переживаете за него. Скажем так. Вот чересчур... Переживаете. Понимаете? И... Либо вы его любите... И тогда ваша любовь... Нужно вот... Ну, немножечко разгрузить. Потому что... Помимо любви у вас, видимо... Есть еще какие-то желания... Опять же, для себя. То есть, если вы лукавите и нечестны с нами... Ну, может быть, вы не отдаете себе отсчет в том, что вы его уже любите. Не знаю. Вот. Либо... Либо... У вас нет любви, но есть какой-то такой, знаете... Личный интерес к молодому человеку. То есть... Для вас важно... Именно важно... С ним... Быть... Понимаете? Конечно, здесь возможно и то, что вы просто не считаете себя достойной... Серьезных отношений... Близких отношений... Равных отношений... Понимаете? Ну, потому что... Потому что... Этот человек женат... И... В принципе... Вряд ли он будет с вами. То есть, он, конечно, может быть и будет с вами. Ну, во-первых, там у него есть ребенок, который будет в любом случае присутствовать в его жизни. А это напоминание о его жене настоящей, которая с ним сейчас в отношениях. Вот. То есть, вы будете, ну, скорее всего, не единственная женщина в жизни своего мужчины. И... То, что вы... Хотите... Быть с ним. То, что вы... Ещё... Сомневаетесь. Значит, ну... Быть ли вам... С ним или нет. Говорит о том, что он вам для чего-то нужен. То есть, сама эта ситуация, опять же... Сама эта ситуация... Чем-то для вас выгодна. То есть, вы, может быть, не отдаёте себе отсчёта в том, чем она выгодна для вас пока что. Но она выгодна. И мне представляется так, что... В первую очередь, нужно... Определить... Какие... Положительные моменты в этом вы для себя видите. То есть, считаете ли вы, например, что... Ну, что вот это вот для вас всё. Понимаете? Какие у вас... Точки зрения... Значит, для сомнений. То есть, ну... У мужчины брак. Который, да, разваливается, но... Который ещё не развалился. И... Что интересно, у вас есть как бы сомнения в том, что он развалится. То есть, вы как будто бы... Понимаете, что мужчина не готов уходить. Именно. Вот он, скорее всего, не готов уходить... От своей жены просто. Не ради вас. А просто уходить не готов. И вот это, на самом деле, очень... Серьёзная и... Сложная такая проблема. Потому что... Эм... В вас... В вас есть что-то... В вас есть что-то... Что... Что... Говорит, как бы... Эм... Ты можешь быть с ним. Ты хочешь... Быть с ним. Эм... У тебя всё получится. Ну вот, я имею ввиду, получится быть с ним. Понимаете? Вот. И... Самое интересное, что... Ведь нет спора. А... Может быть и правда получится. Но для этого мужчина должен завершить все свои дела. Он их может бы завершить, а может быть нет. И... Нельзя... Рассчитывать однозначно на то, что он это сделает. Нельзя однозначно рассчитывать на то, что он решит все свои проблемы. Потому что он может их и не решить, как вы правильно сомневаетесь. И что в этом случае будете делать вы? То есть, по сути, по сути, всё, что вам нужно с такой более практической точки зрения, это рассмотреть вариант, при котором молодой человек не с вами. Ну, просто вот не с вами. Просто. Просто, я не знаю, выбрал свою жену, например. Или... Даже выбрал не жену и не вас, а вообще... Кого-то третьего, например. Вот. Что в этом случае будете делать вы? Как в этом случае вы будете себя вести? Что в этом случае вы предпримите? Хотя... И всё. Если вы это допустите, если у вас будет чёткий план... Того, что вы будете делать... То я полагаю, что вы будете чувствовать себя и более свободны с ним. И... Более свободны в... Выборе... Своём. Потому что... Ага. Это... Даст нам больше браздора для манёвра. А... Пока вы... Говорите, вот мне его отпустить, да? Ну, окей. Вы его отпустите. Вы хотите его отпустить. А... Дальше-то что будет? Ну, то есть, вот, отпустите вы его и... Этого же мало. Я имею в виду, что... Вам же хочется чего-то. Вы же... Надо это рассчитывать. Вам что-то нужно. Вот. И... Если у вас не будет плана по... Реализации... А... Своих... Желаний. Да? Ну, без... Без мужчины. Как бы. То вы его не сможете отпустить. Потому что вы будете чересчур в нём заинтересованы. По факту. Всегда. А вот. Знаете? Какая история. Поэтому... А... Мне думается... Мне думается, что вот именно так. А... Можно вам ответить на ваш вопрос. Эээ... И... После... Того, как... Вы разберёте вот эти моменты все. Хотя бы для себя. Сами. Не обязательно... Эээ... С психологом. Да? Вот. Если вы... Сами все это разберёте. То вы уже и примите решение. То есть, очевидно, что если... Эээ... Вы... Скажете, что... Ну, я не знаю, что я буду делать. Да, если молодого человека не будет. Наверное, я умру. Умру, допустим. Вот. Ну, или что-то типа того. То очевидно, что он для вас имеет очень большое значение. Это значение нужно разгружать. Если вы... Скажете, я не знаю, что я буду делать без него. Да? То есть, тут тоже момент такой. Если вы говорите, так я уже... Эээ... Решил... Решила, что... Эээ... Он... Ну, как бы, со мной не будет. Я уже знаю, что он со мной не будет. Ээ... В этом случае вам необходимо... У... У... Поставаться определить, а что именно вас тогда держит. Эээ... Эээ... Рядом с ним. Что конкретно. Вот. Но основной момент это, на подсознательном уровне. Эээ... 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 Вы... Кхм... Хотели... Оказаться... В... Такой ситуации. Неосознанно. И вот... Эээ... Только в том, зачем. что вам это даёт. Вот. Вот это вот очень важно увидеть. Это очень важно понять. И тогда вам откроется сразу возможность для выбора. То есть я специально не хочу говорить, как вам в этой ситуации поступать, потому что решение нужно принять вам. Это будет справедливо, на самом деле. И сколько людей и столько мнений, то есть в зависимости от взгляда человека, он скажет, что лучше поступать так или поступать по-другому. Я не думаю, что какое-либо мнение подходит вам, потому что вы наверняка и сами знаете, как надо было бы, как правильно, но в итоге сделали всё равно так, как сделали. Да и часто в жизни не бывает такого, что где-то делается всё, что правильно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.